Русин Я Русин был, есть мне буду, я родился Русином, честные родства не забуду, останусь его сыном. Русин Подкарпатья, продревнерусская, русинская земля, отчетливо помнящая голос арноапостолов Кирилла и Мефодия. Своей чистотой, богатством и красотой пленяет она всех, кто приходит сюда с добрым намерением вдохнуть воздух святой проруси. Таится тут особая притягательность в аромате горных лесов, в гостеприимстве и широте души, в исконной русскости русинов, древних обитателей Карпат. Как в духовной колыбели формировалась здесь славянская письменность в виде книг, переводимых на славянский язык трудами русинских подвижников, византийское православие, перенесенное в самых чистых образах, и уникальная прорусскость, до ныне еще живущая в душах карпаторосов. Эти три составные части духовного могущества будущей Киевской и Московской Руси были посеяны на Днепровских кручах выходцами из-под Карпатия. Здесь, на берегах Тисы и Дуная, крестились первые русины-русы. Отсюда, в 988 году, русинские священники вместе с болгарами везли богослужебные книги, чтобы помогать князю Владимиру привезти в христианство киевских полян, пребывавших тогда в язычестве. И принесли они в сердцах и душах своих те три составные части Святой Руси – письменность, русскость и православие, что сформировали за столетия уникальную русскую цивилизацию. Вдохнув в сердца христианский дух новой жизни, Карпатская Русь с конца IX века, со времени пришествия полчищ Мадьяр, почти на тысячу лет вынужденно ушла в тень. Божия десница заслонила ее, чтобы потом, в XXI веке, вновь дать возможность донести разделенному славянству ввесть о былом духовно-национальном единстве русского народа. Велика и необъятна Святая Русь за многие века вызрела и сложилась ее мощная духовная культура. Пройдя сквозь гонения, труды и боль, возрождается сегодня русская православная цивилизация, давшая миру великое множество духовных ценностей. Русь Подкарпатская до ныне продолжает оставаться примером сохранения подлинно русской силы и духа. Здесь рождаются светлые люди, носители традиций предков, сберегая веру православную как самое большое свое богатство. В самосознании русина всегда жила идея о неразрывной связи с великороссами. Мы знаем об исторических именах Литвин, Мордвин, Немчин, Болгарин, но надо помнить, что в былинные времена русские называли себя именно русинами. Романтические русичи и суровые русы есть плод писательской фантазии, а не реальные этнонимы. Подкарпатские русины – это чудом сохранившийся животворный корень русской нации и самая западная ветвь древнерусского народа. В мире их свыше двух миллионов. В Закарпатии, главной части исторической Прикарпатской Руси, русинов живет не менее 800 тысяч, и все они, схлыбели, владеют родным русинским языком. Он понятен каждому славянину, ибо на 80% совпадает с церковно-славянским. Некоторые исследователи связывают с историей русинов имя знаменитого древнего правителя Адаакра, положившего в 476 году конец тысячелетнему существованию Римской империи. Он не спроверг тогда последнего императора Ромула Августула, дав начало новой эпохе в истории Европы. Годский хронист Иордан прямо называет Адаакра королем русов. Слово «русин» используется в договорах Вещего Олега с ромеями-византийцами. Известен святой Моисей Угрин, русинский деятель духовного просветительства, монах Киево-Печорского монастыря, один из первых святых киевских пещер, где его метленные мощи почивают и поныне. Русином был первый негреческий митрополит, киевский Иларион. Русином был первопечатник, Франциск Скорина. Со временем слово «русин» выходит из употребления в политическом центре свободных русских земель, зато бережно сохраняется оно на окраинах Руси. Так до сих пор именуются русские подкарпатия, подкарпатские русины. Подкарпатия – традиционный западный оплот святой Руси. Историки Карамзин и Кличевский полагали, что праотчизной славян является именно Тисо-Дунайский Карпатский регион, откуда славянские племена разошлись по всей Восточной Европе. В седой древности Восточные Карпаты, Предкарпатия, Галиция, Закарпатия, Подкарпатия и Восток Панонской равнины населяло славянское племя хорватов. Ученые видят в этом названии искаженное сарматы, считая их потомками иранских племен, в незапамятные времена влившихся в славянство. В эпоху Великого Переселения Народов многие хорваты двинулись на юг и запад, осели на Балканах и на территории современной Чехии. Оставшиеся же смешались с местным населением и стали именоваться Белыми Хорватами. Их потомками и являются современные русины. Во второй половине IX века на арену истории выходит Великая Моравия, первое межславянское государство. Оно подчинилось себе всех славян Карпатского бассейна, в том числе и Белую Хорватию. Но вскоре нашествие венгров Мадьяр в корне все изменило. Весной 896 года угорские племена под предводительством вождя Арпада проходят через перевал, называвшийся Русские ворота. К тем временам относятся народные предания о славном русинском князе Лабарце, вступившем в неравный бой с Мадьярами. Его град Ужгород был взят штурмом войсками Арпада. Дружина разбита, а сам он вынужден бежать. Предатель выдал его. Князь был схвачен и казнен. С тех пор, согласно легенде, река, протекавшая в тех местах, носит название Лабарец. Венгерские правители под влиянием русинов отказались от кочевой жизни, приняли христианство и включились в сообщество европейских народов. Удальцы из числа белых хорватов поступают на службу к мадьярским властителям. Они образовывали дружины, которые князья использовали в борьбе с племенными вождями за укрепление своей централизованной власти. Новое государство разделили между собой наследие Белой Хорватии. Ее западную часть в начале XI века захватывает польский король Болеслав Храбрый. Восточная часть Галиция включается в состав Киевской Руси. Южно-карпатские русинские земли отходят к Венгерскому королевству. Подкарпатская Русь не входила в состав Руси Киевской. Тому препятствовали высокие хребты Карпатских гор с непроходимыми в то время лесами. Подгорная часть края вплоть до XIII века именуется Ничейной землей. Венгерский король Стефан I, утвердив свою власть в государстве, стал постепенно присоединять всю патистскую низменность. Здесь им была образована так называемая русская марка Мархия Рутенорум, управлявшаяся наследником трона князем русинов Имре. С самого начала Русины испытывали на себе враждебное отношение со стороны окатоличившихся венгров и поляков. До XIV века галецкие и волынские рюриковичи оберегали русскую свободу, язык и веру. Но династия пресеклась, и русские земли к северу от Карпат переходят в руки поляков. Так Русины оказались в ситуации, когда сокрылись они от внимания историков, породив феномен терра инкогнито, неведомой земли в центре Европы. Драматично сложилась судьба русинского народа. Свою пагубную роль в процессе их ассимиляции сыграло принятие частью карпаторосов унии с Римом. Но все же большинство русин под Карпати твердо сохраняли не только православную веру предков, но и свой уникальный язык. Участь же галицийских русинов трагична. Кайновой печатью покрылись многие потомки славных защитников земли Галицкой и всей Руси от польских и венгерских хищников. Несколько столетий до разделов Польши в 18 веке земли северных русинов были под властью ляхов. Даже переход под австрийскую корону не изменил положение дел. В подвластной австрийскому императору Галиции власть надлежала полякам, одержимым идеей превратить подвластных имя русинов в украинцев. Перед русским, который отрекался от предков и называл себя поляком, венгром или украинцем, открывались заманчивые перспективы карьерного роста, будь то армия, чиновничьи, должности или церковная деятельность. Увы, но многие перед этим искушением устоять не смогли. Против несогласных в ход шли репрессии и травли. Убежденных русинов лишали работы, над ними устраивались суды по обвинению в нелояльности и шпионаже. Пытались лишить карпаторосов и кириллицы. Придумывался алфавит на основе латинских букв, но затея провалилась. Русины отказывались принимать этого филологического уродца. Когда же радикальная мадиаризация, полонизация, а в 19 веке и украинизация не помогали, стали использовать другие приемы. Например, запретили русинам писать слово «русский» с двумя буквами «с». Мол, это в России русские, а у них, в Австрии, русские совсем другой народ, ничего общего с москалями не имеющий. Тогда русина за две буквы «с» в слове «русский» могли покарать, как за измену. В 1914 году началась Первая мировая война. Российская армия наступает в Галиции. Отбросив в сторону маску цивилизованности, австрийские власти устраивают русинам самый настоящий геноцид. Арестованных русинов отправляют в концентрационные лагеря вглубь Австрии. Многих убивают еще по дороге. Самым крупным был концлагерь Таллергов в Штирии. Более 30 тысяч русинов прошли через него. Многие из них погибли. Сегодня, читая описание ужасов Таллергов, невольно вспоминаешь о нацистских лагерях, устраиваемых позднее гитлеровцами. Концлагеря, создаваемые для русинов, были первыми концентрационными лагерями на территории Европы. Но что-то не слышно, чтобы Австрия, признавая свой приоритет в этом деле, понесла публичное покаяние перед русинским народом. Поминала мучеников Таллергофа, платила многомиллионные компенсации жертвам, требовала в обязательном порядке преподавать историю Таллерговской трагедии в школах. Думается, окажись на месте русинов любой другой народ, мы бы все это увидели вполне гарантированно. Уже в 1947 году в Польше была проведена операция Висла, насильственная депортация 150 тысяч русинов-лемков и тех, кто уже согласился именоваться украинцами с юго-востока Польши на бывшие германские земли. По сути, это был геноцид русинов. В инструкциях польских властей указывалось, не позволять русинам селиться компактно, но только среди этнических украинцев с целью их ассимиляции. Перед товарищем Сталином отчитались, что ведется борьба с бандеровцами. Внутри же страны власти не скрывали, проводится окончательное решение русинской проблемы по-польски. Поляки совершенно хладнокровно рассчитали необходимую долю русинов, которая должна была на новых территориях не превышать 5% от общего числа населения. За 2-3 поколения от русинов не должно было остаться и следа. Планировалось их полное ополячивание. Глубокое русофильство было характерно для первых поколений русинской интеллигенции, будителей, положивших начало национальному возрождению. Основой его стала идея о существовании единого русского племени от карпатских гор до Тихого океана, одной из ветвей которого являлись подкарпатские русины. Знаменитый пропагандист родной культуры Александр Духнович написал в середине XIX века проникновенные строки, которые стали русинским кредогимном. В свое время встреча с русскими войсками произвела на Духновича, который еще недавно верил австромадьярской пропаганде, что за кордоном живут не братья, а москали с собачьими головами, неизгладимое впечатление. Вот как он сам описывал это событие. «Одна в жизни моя радость восхитила меня. И то было в 1849 году, когда я первый раз увидел славную русскую армию, пришедшую на покорение бунтующих мадьяр. Я не в силах описать, не даже вдохнуть чувство радости, увидев первого казака на улице Прешева. Я восхищен был, и плясал, и плакал, ронялись тучей слезы, и я рек, ныне отпущающий раба твоего, владыка. То была, верно скажу, первая, да, быть может, и последняя радость моей души, но она всегда в памяти». 150 лет назад слова Александра Духновича, нашего русинского будителя, «Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон», стали народным гимном русинов, который позже, во время Чехословацкой республики, стал официальным гимном нашего государства, «Подкарпатская Русь», которое входило в состав Чехословацкой республики. «Я русин был, если и буду», научал нас Духнович, но понимал, что людей нужно пробудить, поэтому текст гимна звучит так. «Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон, народный голос зовет вас, не забудьте о своем. Наш народ любимый, даже и от свободной, от него до удалиться неприятелей буря, да согреет справедливость уже и русское племя. Желание русских вождь, русский даже и от народ. Просим Бога Вышнего, да поддержит русского, и да подаст века лучшего». Исторические условия сложились так, что после окончания Первой мировой войны русины получили возможность создать свое национальное государство. Центральная русинская народная рада приняла решение о присоединении Подкарпатской Руси к новообразованной Чехословакии. Согласно Сан-Жерменскому мирному договору от 10 сентября 1919 года, территория русинов на юг от Карпат Подкарпатская Русь входит в состав Чехословакии на правах широчайшей автономии. Таким образом, подкарпатские русины получали свое государственное образование Подкарпатскую Русь, которую в 1938 году порушили галецкие сечевики, и которая окончательно исчезла после 1945 года. Был узаконен герб Подкарпатской Руси, геральдический щит, разделенный на две части. Медведь символизировал Карпаты, а три золотые полосы – три реки – Уш, Латорицу и Тису. Этот герб стал национальным гербом русинов всего мира и официальным знаком русинских организаций. С 2007 года таковым стал и русинский трехцветный флаг. В 20-е годы начинают активно действовать коммунисты, которые на заседании Коминтерна в Москве приняли решение об украинизации русинов в Подкарпатской Руси. Чехословацкие коммунисты также провозгласили, что языкового вопроса для русинов не существует. Мы, жители Подкарпатия, являемся частью украинского народа. Само понятие «русин», «русский», «русский» отвергалось. Постоянно употреблялся термин «закарпатская Украина». По иронии судьбы, Россия, которой постоянно апеллировали русинские русофилы, трансформировавшись в СССР, энергично содействовала искоренению традиционного русофильского самосознания карпаторосов и замене его на украинское. В марте 1939 года, сразу после занятия Чехии и Моравии германским вермахтом, Подкарпатская Русь была оккупирована венгерскими войсками. Традиционные прорусские симпатии, а также пропаганда местных коммунистов о счастливой жизни в Советском Союзе, привели к тому, что когда в сентябре того же года с присоединением Западной Украины СССР получил общие рубежи с Венгрией, тысячи русинов стали нелегально переходить границу. Все перешедшие на советскую территорию были впоследствии арестованы и оказались в сталинских лагерях. Они были освобождены лишь в годы войны и как граждане Чехословакии стали военнослужащими Чехословатской армейской бригады, сформированной в СССР в 1943 году. В октябре 1944 года советская армия освободила Подкарпатье. Собрание православной общественности приняло тогда два важных решения. Просить советское руководство образовать на территории Подкарпатской Руси Карпато-Русскую Республику в составе СССР, просить Патриархию Сербской Православной Церкви дать благословение на переход Карпато-Русской Православной Церкви в состав Русской Православной Церкви. 21 ноября новые власти провели организованную НКВД конференцию о создании Компартии Закарпатской Украины. Через несколько дней от имени Русинов провели первый съезд народных комитетов. Участники съезда приняли манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной, текст которого был заранее утвержден в Москве. Русины были насильно объявлены украинцами. Несогласных, а таких оказалось 60 тысяч, вывезли в Сибирь на перевоспитание, где прошли не школу этнической перемены, а русинства к большевистской украинскости. В январе 46-го года Верховный Совет Украины принял постановление о ликвидации государственности под Карпатской Руси. Была создана Закарпатская область в составе Советской Украины. Все русины были лишены своего исторического имени и официально считались теперь украинцами. После распада Советского Союза в 1991 году проблема под Карпатской Руси вновь стала актуальна. Русины проголосовали за создание Украины с надеждой на свое возрождение. Но украинская посткоммунистическая элита и правящая бюрократия отказались признать их национальную самобытность, их правовое и историческое наследие. По версии властей русины есть несозревшие украинцы, а под Карпатская Русь всего лишь выдумка горстки местных вольнодумцев. Само понятие под Карпатская Русь подверглось чернению и осмеянию. В правительственных кругах Киева появляются зловещие проекты решения проблемы путем ускоренной ассимиляции русинов. Про них говорят, что это форма имперского гнета на Украину, один из способов раскола украинского народа. Но правда такова. Закарпатия испокон веков земля русинов, которая только в 1991 году вошла в состав независимой Украины в результате референдума. В этой связи вспомним о чеченцах, права которых так любят защищать европейские и украинские правозащитники. Находясь в составе Российской Федерации, чеченцы имеют свою национальную республику, национальную школу, радио, телевидение, министерство. Они имеют практически все, кроме права выхода из состава России. У русинов же нет ничего. Нет даже права на элементарное признание своей национальной идентичности. Киевские власти часто вспоминают о так называемом советском геноциде по отношению к украинцам. Между тем сами они в начале 21 века проводят открытую политику ползучего уничтожения целого народа подкарпатских русинов. Национальная идентичность русинов, сформировавшаяся в 19 веке под воздействием русинских будителей, основывалась на принадлежности карпаторосов к единому древнерусскому народу от Карпат до Тихого океана. Современные русинские деятели не отказались от русофильских идей, но считают они русинов четвертым восточнославянским народом наряду с русскими, украинцами и белорусами. или же народом продревним, прорусским. Живя в иноязычном окружении, русины во многом сохранили старославянские черты, отразившиеся в их живом разговорном языке. Это один из самых древних славянских народов Европы. Народ, в котором, несмотря ни на что, до сих пор не утрачено чувство единства с Россией, чувство веры в торжество великой святой Руси. 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 Руси.